Все началось после сильного стресса. Алексей заметил на коже в области колен и локтей покраснения. Они зудели и не давали покоя. Чесалась и кожа головы. Вскоре небольшие покраснения превратились в пятна, покрытые белыми чешуйками кожи. После консультации с врачом-дерматологом стало ясно. У Алексея проявился псориаз. Врач назначил лечение, которое включало в себя гормональные мази и облучение ультрафиолетовой лампой. У меня узнали жалобы, у меня взяли соскоб, у меня, скажем так, опросили, ну, как сказать, болели ли у меня кто-то в семье еще. То есть отец, мать, бабушки, дедушки. Вот я сказал, у меня болеет отец похожим заболеванием. Если брать вот именно лампу, у меня, наверное, эффект появился спустя пять процедур. Ушли почти что пляшки на коже. По словам медиков, псориаз – аутоиммунное хроническое заболевание кожи. После постановки диагноза пациенту минимум три раза в год следует посещать дерматовенеролога. В случае обострения назначается терапия. Сейчас Алексей проходит повторный плановый курс лечения. На данный момент у нас происходит УФБ-терапия 311 нанометров. Это УФБ-расческа. Метод удобен тем, что, во-первых, локальное облучение происходит у нас на коже власти с части головы. Ну и также проникновение. То есть сама расческа помогает также отшелушивать роговение, то есть чешуйки кожи. Ну и, в принципе, дает достаточно быстрый и стойко долгий результат. Псориаз передается по наследству и может проявиться в любом возрасте. Стресс, неправильный образ жизни, инфекционные заболевания, переохлаждение или солнечные ожоги могут стать провоцирующими факторами для развития болезни. Оттягивать визит к врачу не стоит, отмечают эксперты. В тяжелых формах псориаз может затронуть и суставы, вызвать их деформацию. Болезнь опасна тем, что в запущенном состоянии может привести к инвалидности. Самарский областной кожно-венерологический диспансер оснащен современным оборудованием и препаратами, доказывающими свою эффективность в лечении псориаза в период обострения. Для особо сложных случаев, где требуется ежедневный контроль и процедуры, предусмотрена помощь в стационаре. Помощь по профилю дермат- и нейрологии мы оказываем согласно порядкам, стандартам и федеральным клиническим рекомендациям. То есть существует такая, мы ее так называем, ступенчатая терапия от наружной терапии до геноинженерной логической препаратов. Наш диспансер оснащен всеми видами ультрафиолетового облучения. То есть это UVA, UVB, это PUVA и UFB. Расчески также есть, плюс локальная фототерапия. То есть когда нужно облучить все ладошки и подошвы. Дерматологи напоминают, что любые кожные изменения требуют осмотра и консультации специалиста. Врачи призывают отказаться от самолечения. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. Галина Топилина, Сергей Баскин